Христос воскрес! Воистину воскрес! Рассказывай, что там было с тобой? По порядку, только ничего не упусти. Ты знаешь, что на все записывается и выставляется? Ты не против? Я не против, только за. Рассказывай, что для пользы других людей. Я слышал краем уха, а толком не понял ничего. Восполько, где, как, какие причины и все прочее. Утром я встал рано, помолился. И думаю, помогу Татьяне Новиковой с машиной. Это когда было? Это было 13 утром. 13 утром, а сегодня 14. 13 апреля. Нет, сегодня 15. Сегодня 15 уже. Понятно, 13. 13 утром я к ней приехал, машину свою не стал брать. Поехали мы оформлять машину ее. Она недооформила ее, вот эту новую, белую, большую. Сидим там, ждем, мне звонок. Сергей Павлович, Сергей Павлович, звонит из отдела полиции. Ваша машина припаркована в неположенном месте, на пешеходном переходе. А там такой карман у нас в магазине, туда все машины паркуются. И я думал, что правила-то подзабыл. Думаю, раз стоянка есть, значит, можно парковать на пешеходном переходе. А полицейская сказала, мы уже вызвали эвакуатор, если вы в течение 15 минут не приедете, мы вашу машину эвакуируем. А эвакуатор дорого стоит-то. Я Татьяне в ноги кланяюсь, можно я на твоей машине быстро съезжу, машину переставлю, пока ее не эвакуировали. Она, ну, конечно, езжай. Я проезжаю, они у меня, гаишники, ваши документы, я им документы отдаю. Они посмотрели, вам штраф за неправильную парковку. Я говорю, ну, согласен, виноват, выписывают мне протокол, тысячу рублей. Вот, ну, говорит, можете машину перегнать. Я машину перегнал буквально там 5 метров. Тогда просто место было, вот, вот, в этот пешеходный переход-то, машин много стояло. И он мне говорит, сейчас я пробью по базе данных, у вас нету неоплаченных штрафов. Я говорю, я им все оплачиваю, сколько было-то, вот, меня за ремень останавливали, за разговор по телефону. Все, я оплачивал. Он говорит, сейчас я пробью. Пробивает по базе данных, у вас неоплаченный штраф. Я говорю, да как же так-то, не может такого быть. Нет, поехали, поехали за нами. Документы-то он забрал, и права, и паспорт транспортного средства ПТС. Езжайте за нами на СИЗОВА-30. Ну, я сел в машину, поехал. На эту же на Татьянину машину? Нет, не на Татьянину, уже на свою. На свою машину сел и поехал. Поехал. Они мне говорят, вот, распишитесь, что вы задержаны за то, что не уплатили вовремя штраф. А штраф, важно, 18 ноября было нарушение. А за что? За ремень безопасности не пользовались ремнем безопасности. Ну, я помню, да, меня останавливали, только что отъехал, еще не успел ремень накинуть. Было, протокол составляли. И я на следующий день оплатил. То есть, меня арестовали 18-го, я оплатил 19-го. А потом мне уже Севастьян-то сказал, что нужно оплачивать штраф раньше было, чем 28-го. То есть, через 10 дней. А раз ты оплачил, ну, сразу на следующий день, то твои данные не поступили в ГБДД. Ну, а им что, не докажешь разве? Они все меня арестовали, забрали, значит, все-все-все меня обшмонали. Оставились только и крест сняли, и пояс, и ремень, и телефон отобрали, все. И меня, вот где этих... Ну, как вытрезвитель-то. Я много-много лет попадал туда. КПЗ. КПЗ, камера предварительного заключения. Сначала-то я за клеткой там сидел, там всякие сброды, наркоманы, алкоголики, ой. Вот, ну и все, что, пьяные там, и всякие люди разные-то. Вот, а потом там одного меня поселили, я давай молиться. Только помолился, все, к вам приехали. А я успел единственное позвонить Татьяне, ключи-то от машины-то у меня. Вот, я говорю, я на СИЗО в 30 приезжайте. И она, значит, с Данилом, сыном приехала. Я им ключи отдал от машины. Так они у тебя с собой были в камере? Да, нет, я их сдал. Но я в полиции предупредил. Приедет, говорю, сестра, ей нужно будет отдать ключи от машины. Тебе, хорошо, хорошо, мы тебя вызовем. Ну, и она приехала, они меня из КПЗ-то вызвали. Какие тут ключи отдавай? Я ей ключи от машины отдал. И отдал ключи от квартиры. Говорю, позвоните, говорю, Марине Дыбуновой, чтобы та позвонила Лене Киняйкиной, чтобы та приехала, выгулила собак. А сколько там собак у тебя? Три. Ураган, его сын Тайфун, ну и верный. Двоих вы знаете, а третьего подкинули мне, тоже бросили его. Ну, вот живет у меня пока. Временно. И я успел Лене, пока там еще сидел, пока телефон не отобрали, я говорю, выгуливаешь собак? Она написала, да. А у Лены Киняйкиной были собаки, и опыт общения с собаками у нее есть. И ей там подарили щенка, немецкой овчарки, и он ходил только на передних лапах. И все врачи, и ветеринары говорят, усыпи его, не мучай себя сама, и не мучай собаку. Так она его выходила, и он даже на выставку его просили выставить. А у него дисплазия страшная была. Она его вот так вот покрывала, возьмет под живот, и каждый день его возила с Новоалтайский в Барнаул, уколы ему ставили. И выходила, гуляла, 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 массаж ему делала. И она, как мне рассказала, я себе вопросы задаю, а я бы так смог? Нет. И я понял, что сердце мое огрубело, я к собакам-то отношусь как к спортивному инвентарю уже. А уже вот, ну, профессионал такой. Думаю, да что же я, и давай там. Ну, как батюшки сказали, батюшка, народ-то еще не понимает исповедовать, а он ответил, ко всему привыкаешь. Вот и у меня так же, ко всему привыкаешь. Где-то и... Лишний раз поддашь, может быть, и не надо было поддавать-то лаской все. Ну, вот спорт есть спорт, без мозолей медалей не бывает. Так же и в собачьем кинологическом спорте. Приходится, конечно, жесткость применять. Ну, вы знаете. Вот. Ну и дальше-то что? Молюсь, никого нету, поклоны там бью. Пою, аллилуйя, хорошо. Это уже 2014-то пошло? Да, это уже пошло, пошло вечер уже с 13-го, или с 14-го на 15-е, а нет, с 14-го на 15-е пошло ночь. Сегодня же 15-е. На сегодняшнее. Да, сегодня же 15-е, правильно. Да, а 14-го утром меня арестовали. 14-го, я оговорился, не 13-го, 14-го. У меня сутки за двое, я считаю. Я там сутки пробыл, а как будто там двое, да, правильно. Как в аду. Вот. Ну и дальше. Мужчину там какого-то мне подбросили, пьяного, бородатый, главное. Храпит, глаза соловелые, я даже с ним разговаривать не стал. Он невменяемый никакой. Потом его забрали, другого такого же привели, а их там меняли раза два или три, наверное. А, и потом еще подсадили ко мне, заходит, глаза вот такие, и вот так вот ходит туда-сюда-то, как Ленин-то. Я говорю, да ты успокойся, ты что с тобой-то? И он матом-то, вот теща любимая усадила меня. А ты, говорит, не знаешь, какая статья-то бывает за угрозу жизни? Я говорю, да не знаю, говорю, вот у меня, говорю, знакомая-то, вот Лена рассказывала о Кеняйкина-то, побил ее муж, она заявила, там прям ссадины были, все, следы побоев. Говорю, только сразу отпустили, а тут ты просто тещу угрожал-то. Говорю, тебя сейчас отпустят, и только проговорил, а вот тут же забрали. Увели, и все. И другого привели мужичка, тоже пьяненького, поддатого. С похмелья он тоже спать лег. Ну, я опять давай молюсь. Опять меня вызывают. Кто-то пришел. Смотрю, Севастьян. А я даже маме не позвонил. Думаю, они меня в заблуждение ввели, и говорит, мы сейчас разберемся, и тебя отпустим. Ну, час-два. Потом раз. До утра. Так они за что тебя держали-то теперь? Тот, который ты платил, раньше это они не засчитали нигде. Да, да, да. Я его оплатил, а он к ним не пришел. Ну, это как, вот вы, допустим, идете на почту, посылку отправили, а тот звонит, а я не получил. А деньги вам переслали, допустим, за книги. Кто виноват? Вы виноваты, оказывается. Вам, вас надо в тюрьму за это, понимаете? Вы деньги-то взяли, а книги не дошли. Да, кстати, то полицию надо, не тебя. А полиция-то при чем? Так она деньги с тебя взяла за твой, за ремень-то, а теперь на этом ремень тебя вешает. Так вот, говорит полиция, что не взяла на эти деньги. Если деньги отдал, ну а мы не взяли. Так они даже квитанцию выписывать каждый раз, или как? Я оплачивал через интернет. О-о-о! А ты не прав. Никогда деньги по интернету не пересылай. Лучше съездят, отдай. Но квитанции у меня не было. Хотя можно оплачивать через интернет, и если бы у меня был принтер, я бы распечатал, показал бы эту квитанцию, они бы от меня отстали. Смеси Вастян так и сказал. Я, говорит, штрафы, которые плачу, я беру квитанции, и 2-3 месяца я эти квитанции с собой вожу. Потому что база данных у них это барахлит. Люди перечисляют штрафы, а им не доходят. И Севастьян тут же мне уже утром, сегодня. Севастьян это наш брат, адвокат. Да, наш брат. Юрист наш. Он приехал, переписал у меня права. Я попросил, говорю, мой адвокат, говорю, дайте мне права. Они отдали права, отдали паспорт транспортного средства. И он на сайте пробил. Там есть специальные сайты, штрафы ГИБДД. И он вводит мои данные, номер моей машины, номер паспорт технического транспортного средства. И там выдает. Пупков Сергей Павлович не оплатил штраф 1000 рублей за... За ремень в октябре месяце. Да, 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 за ремень в ноябре месяце. И еще 500 рублей, там откуда-то он увидел сам. В сентябре 500 рублей за превышение скорости. Я знать не знал про этого, про сентябрь даже. И потом меня утром в 8 часов увозят на суд. И там судья, она меня допрашивает. Вот у меня дело. Это сегодня? Сегодня утром, да, уже. То есть, ночь я там отбыл. Сегодня утром она мне приносит объявление за то, что вы вовремя не уплатили штраф. Я говорю, вы в объяснении написали, что вы не помните. Я говорю, да, я не помню, что я, чтобы я не уплачивал. Потому что есть вероятность, что я уплатил. Но коли вы мне утверждаете, что деньги не дошли, у меня, естественно, сомнения. А вдруг я там, ну, циферку не ту в интернете ввел, или там не на тот счет перегнал деньги. Но то, что я их отправлять, отправлял, это я помню. Потому что у меня там было полторы тысячи еще за разговор по телефону. И тысяча рублей за ремень. Я точно помню, что две с половиной тысячи я перечислял. А судья мне говорит, ну, может быть, вы мне полторы перечислили, а тысячу забыли. Так они, четыре дня разница в этих штрафах была, и я в один день их перечислил. Я говорю, ну, может быть, я уже согласился со всем. Я говорю, можно мне, говорю, отсрочку в приговоре, потому что за это преступление грозит наказание до 15 суток ареста. Кто вовремя не уплачивает штрафы. Я говорю, дайте мне отсрочку, пожалуйста. Я, она говорит, у вас были сутки, чтобы доказать свою невиновность. Я говорю, простите, а как я ее докажу, если б у меня мобильный телефон отобрали? Как? Так, один звонок, и все. Почему ваши друзья не привезли ничего? А я только позвонил, только Новиковой, Лензиной, сказать. Она уже позвонила Марине, Марина позвонила Игорю, Игорь позвонил Севастьяну, и вот. И потом даже и мама моя узнала, а я ей даже позвонить не успел. Я говорю, дайте мне еще один звонок. Позвонить маме, она же переживает. Вы там меня ввели в заблуждение, сказали, вечером отпустите, а теперь говорите, суд только утром. А они мне махнули рукой и даже ничего. И не позвонить не дают, ничего. А потом уже мне сказали, да мама сама звонила. Я тогда успокоился. Раз она знает, что я живой, и слава Богу. И вам спаси Христу то, что вы сказали. Я им еще немного сказал, этого мужику-то, который в милиции-то. Кое-как дозвонили, звонили, звонили. Они, говорят, с номера на номер перекидывают, а там номер переменился. А те в следующей базе. А такого номера нету. Проходит время по новой звонить давай. Ну, видать, что-то вы там наговорили. Они мне там, может вы кушать хотите, а может вам недостаточно, может вам еще порцию. Как-то они сразу быстро так это, то бросили меня там, а тут матрас, простынь давай. Как вот у вас вы рассказывали, новую наволочку там, это. Ну, так тут тюрьма была. Ну, надо же, говорю, это. Одеяло все там. Ну, молодцы. Ты их как-то отблагодари пойдешь. Ну, а что отблагодари, продержали ни за что. Ну. Моя милиция меня бережет. Вот. Ну, а на суде-то я уж так говорю, дайте мне отсрочку. Она говорит, а почему ваши, говорит, друзья, не привезли квитанции. И тут пока она разбирается-то, и Севастьян как раз приезжает уже в суд утром. И привозит квитанции. И она говорит, а что, нашлись квитанции об оплате. Говорит, да нет, мы, говорит, на всякий случай сегодня оплатили. Эти штрафы. Ну, и она уж прям сама. А, а я ей судье-то говорю, там, женщина молодая. Говорю, вы либо мне, говорю, даете время, чтобы доказать невиновность, либо что-то, она такая, вы мне условия еще будете ставить? Ну, а я прочитал свои права. То есть, я имею право доказывать свою невиновность. Вот. А они мне этого права лишили. То есть, отобрали телефон. Отобрали там, ну, все. Крест и пояс, все у меня. Фью, как будто все. А крест-то при чем? Крест даже в тюрьме, в лагере не отнимали у меня. А у меня отняли. А вдруг я с горя захочу повеситься или там кого-нибудь. Ну, да. Вообще не слышал такого. Пояс отнимают, шнурки. Пояс и веревочку. А вдруг я на этой веревочке. Ну, веревочку, да. Но нет, а крест не трогать нигде. Ну, я мог бы крест быстрее, но у меня ни ножниц, ничего нету. Думаешь, ладно. Все время говори, я христианин. Скажи, я не могу с собой покончить. Ну, а вдруг там кого-нибудь подселят ко мне бесноватого, он меня удавит. Вот у них, скорее всего, так. Чтобы ни шнурки, ни чего. У меня хорошо галоши без шнурков. А там... Наоборот, ударить-то без креста-то легче. Ты уязвимее делаешься. Они не понимают. Скажи, крест меня защищает, и никто как-то бы там мог им сказать. Ну, ладно. Дальше. Вот. Ну, а судья-то, судья говорит, да вы мне еще условия будете ставить. Я думаю, ну, все, сейчас впаяет мне 15 суток. Я говорю, что-то я там неправильно защищался. И тут как раз Севастьян прям вовремя. Ну, что тебя осудили? Я говорю, да пока нет, говорю еще. Приговор не вынесли. И она выходит из кабинета в кабинет. Видать, она распечатывала там что-то или что. И тут Севастьян. Вы адвокат, адвокат. Ну, заходите. Ну, и она жалуется уже Севастьяну на меня. Он говорит, ничего. Тут, говорит, помню, тут не помню. Он говорит, ничего вразумительного сказать не может. Ну, и Севастьян, да мы вот оплатили на всякий случай. Вот она, вот видите, значит, вы не платили вовремя. Ну, а потом уже я, когда у меня-то... Она говорит, ну, она меня потом сама спрашивает. Ну, говорит, вам сутки ареста, говорит. И либо двойной штраф еще выписать. За то, что, допустим, вот тысячу рублей я через два месяца не заплатил. Они через два месяца имеют право добавить еще две тысячи. Уже тысяча превращается в три. Если я еще через два месяца не оплачу, то уже будет не... Две еще на две умножается. Еще четыре. То есть, итого тысяча в семь тысяч превращается, если вовремя не платишь. Вот. Но... Можно эти деньги отсидеть. То есть, я не буду две тысячи платить, а я вот 15 суток отсижу, или сколько вы мне там назначите, тут кормите меня. Ну, некоторые там говорят, а я не буду платить, я лучше отсижу. Были там такие, которые там... в основном за распитие спиртных напитков в общественном месте. Так, наверное, работать заставляют, а не просто сидеть. И заставляют, кормят. Так они рады там это самое. Выпьют, туда брык их заберут, они там закусят, нормально. Потом через сутки выйдут. Но им сутки всего дают, не 15-то. Раньше, говорит, заставляли работать, сейчас не заставляют. Но она тебе-то сулила 15, могла я... Да, могла, могла. И я бы ничего бы там не это. А потом она мне говорит, видать, вы молились, и тут Севастян пришел. И она мне говорит уже, уже она мне условия ставит, не я ей, вам, говорит, сутки ареста, либо штраф 2000 сверху той. Я говорю, конечно, сутки, я уже сутки, считай, отсидел. И еще она пока меня это самое... То есть мне не пришлось платить деньги за то, что я вовремя не заплатил. А я домой приезжаю, залажу в интернет, смотрю, у меня все оплачено. То есть мне сейчас просто взять квитанцию, распечатать и поехать в полицию, и написать на нижнюю... Обязательно съезди, обязательно. Съезди и верни деньги, это ничего себе тысячу целую. Вот, еще сегодня у меня... Машину я загонял в ремонт. Договорился я сначала с братом нашим, Вадимом Поповым. А он говорит, у меня гараж-то нету отапливаемого. А было тогда холодно, это еще было... Месяц назад. Я позвонил Николаю Кручину, он говорит, загоняй в любой сервис, сам ты все равно не сделаешь. Там прогорел клапан у меня. Это ремонт двигателя, там нужны специальные инструменты, и нужен специалист. Ну, загнал я три... Мне обещали сделать за три дня. 20 тысяч рублей будет с запчастями, это услуга. Я согласился. Проходит дня, я звонил, ну что, машину-то разобрали, какая там причина. Ой, там все нормально, уже не 20, уже на 3 тысячи меньше, 17. Я говорю, согласен, давайте, когда забирать? Ну, завтра, послезавтра. И вот завтра, завтра, послезавтра, послезавтра, проходит три недели. Через три недели они мне звонят, приходите в машину, забирайте. Я звоню соседу, говорю, что-то там, говорю, три недели они там, наверное, они мне сделали, наверное, самолет, наверное, не машину. Сейчас она будет у меня летать, шепчать, говорю, давай пойдем посмотрим. Капот поднимают, двигатель весь в масле, и тарахтит громче, чем тарахтело, когда у меня клапан прогорел. И мало того, что я потом ее еще сначала-то не заметил, а мне сосед говорит, а за что, говорит, тут платить, а что вы сделали, они мне, ну, там клапана поменяли, поршня там поменяли. Он говорит, ну, а почему так работает-то так громко? Когда все поменено, она, ну, двигатель новый, после ремонта, он прям шепчет, а тут тарахтит, как трактор белорусский. Он говорит, тут не за что платить. Он говорит, ну, оставляйте еще, тут еще надо сделать, еще дополнительно доплатите. И требует с меня, ну, а если сейчас будете забирать, давай еще 15 тысяч. Я говорю, ага, за что? И дает мне квитанции, вот вы, говорит, чеки, чеки там на 10 тысяч запчастей. Я плюнул, даже эти чеки не стал смотреть, быстрее машину забрал, угнал, они мне потом звонят. Ой, возвращайтесь, тут мастер приехал, с которым я договаривался за 17. А делали это вообще студенты, пацаны там, с техникумом, практиковались на моей машине, видать. И я этому-то звоню, он трубку не берет, Виктор его мастер зовут. А тот говорит, рассчитайтесь со мной, говорю, я договаривался-то не с тобой, я договаривался с Виктором, я с Виктором и буду рассчитываться. А Виктор все, он в бега подался, он говорит, он и у нас тут не попадается, он просто арендует этот гараж. Арендовал гараж, нанял студентов, ну, и вот таких простачков, как я, облапошивают. А сегодня Вадим посмотрел машину мою, Попов-то, и они говорят, вообще даже двигатель не разбирали. Если бы они разбирали, были бы следы, прокладку бы поменяли, ее видно. Ну, если ты двигатель разобрал, то ты хотя бы его, ну, бензином-то протри, хотя бы снаружи-то, что видно, что ты его делал-то. Это ты был в сервисе? Да, в сервисе. Я вот как огня боюсь. У меня взяли машину новую, испортили, все потекло. Ты же сам знаешь. Разбойники, но потом они мне звонили, говорили, какие претензии, соглашались. Я говорю, зачем же держите таких? Вот, и у меня вот такая же история случилась, как и тот раз с вами. То есть сделали еще хуже. Да мало того, вы тогда денег не платили, а я-то 10 тысяч заплатил. Мне сейчас надо эти 10 тысяч обратно попробовать выдернуть. Еще за то, что 3 недели машину продержали. А это обязательно, только не езди один. Да это понятно. Я Вадиму говорю, поехали завтра со мной, ты мастеровой, ты им хоть покажешь-то. Главное, в чеках написывают, хомуты новые. Где эти хомуты? Там поршневая, но поршневая не видно. А потом он мне звонит, говорит, если бы они поршневую новую за 2 800, они мне написали, что они купили на мои деньги. А если бы ее поменяли, то там прокладку надо ставить. Ее бы видно было, новую прокладку, а ее там не видно вообще. То есть они не разбирали двигатель даже. Бесчестная страна. И кто ее будет защищать такой? Жулик на жулике. Вор на воре, гора на горе. И нагло меня в глаза смотрит, говорит, давай еще 15 тысяч рублей за работу. А работа не проведена. Бедная страна. И кто ее будет защищать такую? Кому она нужна? В прошлый раз, когда мы поехали, вот последняя поездка была в Португалию, это, на хорошего мастера, Третьяков Игорь посоветовал были. И он там поставил этот очиститель. И не тот. Он, видимо, не ходит, он его просто сверху даванул, как гармошка-то. А раз задавлено, у нее там все, ребра-то ничего не работают. Мы доехали до Краснодара, и там только обнаружили это. Уже второй раз свои люди пошли. И сколько раз меня загонял тогда Глушков на это, каждый раз они обманывали. Но так как она была новая, они бесплатно это делали. Они даже в этом сервисе умудрились карбюратор, зачем они его снимали, там можно его было не снимать, посадить на герметик. Я когда говорю, да это говорит вообще никогда такого не делается, потому что герметик, вот эти вот все проходы забивает, и бензин там не поступает. Я когда у них отъехал из этого сервиса, я кое-как доехал до дома, а там ехать пять минут, она три раза у меня глохла из-за того, что карбюратор на герметике. Это хорошо, у меня знакомый, у меня собаку дрессирует. Он говорит, Сергей Павлович, давай, говорит, сервис больше не надо. Вот теперь поверишь, когда я говорил, сервис как огня боюсь, а Глушков все время туда, накачать туда, заменить покрышку туда, рессора там, которая держит хомутик, сломался туда. А приехал Николай Пальгуев в Потеряевке, все сам сделал своими руками, и по сегодняшний день ездим. Я говорю, лучше в частном порядке заплатить, а когда мы подоехали до Кузидеева, там в моторик какой-то, там я не знаю, карбюратор что-то, там оказалась стружка, и она замкнула, и он намертво умер. Так он ее по частям разобрал, мастер. Так заплатили, а потом я сказал, Михаилу Кальмаеву, еще съезди, еще доплати ему. А при мне это было, да, я помню. Кузидеево. Ты там был? Да, 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 я был. А, ну вот. Эти люди очень опасны. Пьянь и дрянь. Это никуда не годится. Ну и как у тебя, какие впечатления-то остались? Ты для себя какую пользу извлек, что там был? Ну, я не про сервис говорю, а в КПЗ. В КПЗ? Да. Что ты извлек для себя? Ну, во-первых, нужно квитанции с собой возить. Просто я этого не знал. Если ты оплатил штраф, конечно, в идеале нужно не нарушать. Нужно теперь каждый месяц заходить на сайт, потому что тебе может снять камера, видеокамера, допустим, ты скорость превысил, а ты и знать не знаешь, что ты виноват. А у них в базе данных ты виноват, не оплатил. Два месяца прошло, в два раза увеличилось, а ты знать не знаешь. Вот. Ну, я сейчас подписался, то есть, если я где-то нарушу, допустим, на камеру попаду, скорость превышу, то мне придет по электронной почте письмо, и я буду знать, что я виноват. Есть еще там услуга платная, 120 рублей в год сзывой, это, смс-выбедавление, я уж не стал ее подключать. То есть, 120 рублей платишь, и в течение года, как только ты нарушишь, тебе сразу смс-ка. Ты нарушил, вам надо оплатить. Вот. Тоже, ну, я думаю, я лучше в интернет буду заходить, каждый раз проверять. А на лето я уж уеду, ездить не буду, потеряю плаги. Это скажу. Мне попросили, когда поехали в дальнюю сторону, заведите карточку, если где-то будет нужда в деньгах, вы дадите, чтобы вам счет сделать на карту, электронная карта, это пластиковая карта. Ну, ладно, я прихожу недавно, мне сказали, там, за книги перевели. Я пришел, а там девчонка стоит и сама помогает толкнуть, а когда код набирать, она отворачивается, я набрал свои четыре цифры-то. Берет, я вижу, деньги-то меньше. Я говорю, а почему меньше? Как меньше? Я говорю, меньше? У меня тут не хватает почти 100 рублей. А мне, оказывается, 70 оставили, а 30 высчитали. За что? За уведомления. А я не просил уведомлять, меня уведомили по СМС. Ну, вот это. Я говорю, не пойдет дело. Где начальник? Пошел к начальнице, а это на старом базаре там. Ну, а сколько тут? 30 рублей. Я не, никак нельзя. Я говорю, так, у меня недавно было, я говорю, Билайн снял, я говорю, дошел к краевой прокуратуре в Краевом управлении милиции. Вернули и даже больше дали. Вы вернете или нет? Гляжу, она вышла к ним. Сколько ему надо? 30 рублей. Ну, я-то думаю, 30, это 3 бумажки десятками-то. Она вытаскивает, а если еще монета 10 копеек, мне как-то неудобно стало. 3 копейки эти дает, ну, отдали. Я никогда не попущусь. У меня ничего нет. Вот сейчас с добавкой, совсем, у меня 6200, кажется, 17 рублей за месяц. Ну, проживи на них. Это за все. Ладно, за меня тут благодетель интернет оплачивает, за электричество там собирают. Ой, да. Я-то подумал, вот в чем. У тебя главное качество беспечность. Я думал, вот насчет этого ты там можешь вразумиться. Я только молился, чтобы ты не зря там был-то. Ну, не глядеть, это ты все правильно сделал-то. Но главное, вот это у тебя качество. Как бы я знал, что там не доходит. А мне главное, я когда деньги-то отправляю через интернет, мне приводят, у вас оплачено. То есть, прям с печатью это все. Ну, ладно. А то, что ее надо распечатывать и с собой возить, потому что туда может не дойти, я это не знал. Это вот меня Севастьян просветил. И еще, самое главное, если нарушил, плати только через 10 дней, не раньше. А почему? А за рубежом в этот же день, если день пройдет, еще больше нас численят. За каждый день. Там, там дается 70 дней. И мне судья сказала, вы обязаны были оплатить штраф в срок от 28 числа до такого-то. А я оплатил, я нарушил... А почему так? А потому что Россия. Потому что... Я считал, этот пишет, кажется, Смоленинов, Николай Николаевич, он заместитель министра внешней торговли в Америке, от Советского Союза был, деловая Америка. И он говорит, вот мы ехали, ну, с одним. И он что-то сделал не так. Ему выписали штраф. Там немножко совсем, 10 долларов, что ли. А он ко мне, говорит, обращает, у тебя деньги-то есть? Он говорит, есть. Так, ну ты завтра заплатишь, завтра, говорит, не 10, а 15 будет. Так ты же зажиточный, зажиточный, потому что я экономный. Я, говорит, ему дало, доехали, он мне вернул. Вот так. Я считал про юристов, молодые юристы там, ну, может быть, еще не окончили они, из Испании, кажется, приехали в Англию и поставили машину не там, а их там было больше 10 машин-то. Идут у всех на сиденье, там какая-то щель, куда он квитанции полицейский скинул, и они, говорит, побежали скорее платить сразу. Сразу. За часы считается. Вот я считаю, это правильно. Ну, а я считаю, нет, лучше дать 70 дней, не все же работают. Ну, ладно, главное для тебя, ты там-то был не возраптал, ничего? Нет, а что бы я там? А ну, а как спал ночь-то? Да спал, как? Один там был в камере-то? Нет, я говорю, меня за ночь там троих подселяют. которые другие, это им постель не давали? Давали тоже. Ну, последнему дали, а те, которые там постель дают, по-моему, часов в 11 только, а до 11 на голом полу. А с чем кормили-то? Ты сказал, что у нас после Пасхи третий день. А кормили лапша с котлетой. Я даже удивился, котлета такая съедобная, нормальная. как котлета урагана оставить? А на ужин дали перловку с рыбной котлетой и опять лапшу к котлету. На ужин почему-то двойную порцию дали. На обед одну, но на обед меня спросили, может, ты не наелся, дать еще? Я говорю, нет, хватит. А кто кормил, подносил-то? Мужчина, женщина? Мужчина, полицейский, мужчина. Мне сейчас прислал Витя, я ролик установил у себя на форуме, там на западе, я не понял, это в Германии или где, ученики в спортзале, там, видимо, первый класс, второй до десятого, преподаватели, все голышом, до одного, никого, ни на ком еще нету. А им надо теперь еще и совместить как-то их друг друга, они малыши на канат, давайте, кто кого перетянет, чтобы свалку устроить. Все стоят голышом, никто не закрывается, все, говорится, как есть, как мать родила. И преподаватели, преподавательницы, и мужчины, и женщины, десятиклассники, девушки, все вместе. Я такого не видал еще безобразия. Да как же, мусульмане, говорит, убивают их, говорят, да вы же христиан-то не убиваете. А где вы нашли христиан? В Европе? У них стараются как можно больше закупорить женщину, чтобы она вот так только была видна-то. А здесь наоборот разделят. И так, что мусульмане-то, они говорят по делу. Да какие вы христиане после этого. Совершенно нагишом, зайди на форум, у меня там написано, Содом и Гаморра готовы. То есть они без нижнего белья, что ли? Никакого нет, ни одной нитки на человеке нет. У них совершенно голая задница и спереди все. Да эту срамоту смотреть-то, что и дали. А там как будто они стоят, кто-то голову на бок, сначала малышей они на канат перетягивают, а пол-то гладкий. А зачем они их разделят? Для чего? Для чего? Чтобы в свалке были, чтобы тела соприкасались. Разврат. Разврат делают. Для того, чтобы потом, когда придет всемирный владитель, властитель этот, сатана-то, антихрист, и он скажет, у вас это было? Было. А люди там внутренняя совесть, там учатся. Все отменяй. Вам нужны эти правители, которые разверщали вас? Они, если не будешь раздеваться, уходи, отметку не поставим. Отметки не поставим, значит, ты диплом не получишь. Полностью голый. Ты зайди, на моем форуме, посмотри, форум Игнатия Лапкина. На первой строке. Просто по-русски заряди в Google или в Яндекс. Так я еще вчера с мамой-то твоей когда разговаривал-то, но мне смешно было, что Сергея взяли, арестовали-то. Я тебе уж не скрою внутренне, я был как бы веселый. Я не скорбел, я молился и радовался. Говорю, наконец, тебе надо исправиться. Я маме-то, видимо, сказал, она голос мой, так она, чувствую, что-то она помрачнела. Ты ее обними и скажи, я за тебя молился сегодня много раз днем. И за твое освобождение, сказали, поблагодарил Бога. Но она не понимает этот юмор, у нее немножко другая вера-то. Да, если юмора нету, то к старообрядцам надо идти. Ну, вот она и ходит почти что. Ну, я не скрываю, что мне было смешно, Сергей там в камере, ты понимаешь? А как мама-то узнала-то, что я в камере? Она сама позвонила мне. Не знаю, как она узнала. Она мне позвонила, а я говорю, знаю. Ну, я начал названивать тогда. А во сколько она позвонила-то? Да уже темно было. Ну, я думаю, часов восемь, наверное, вечера. Ну, я чувствую, прям по голосу, она так это затвердела. А я как-то сказал, да ничего, Сергей, он вроде, ему польза эта есть. Она прям на меня так. Я думаю, вот тебя на хорошего друга потеряю. Ну, я утром ее встретил, она прям мрачная такая. И мне тебе, говорит, надо повоспитывать. Я говорю, мама, может уже, я говорю, поздно меня воспитывать. Уж 40 лет, говорю, слишком. Я с ней разговаривал, говорю, скажи, у Сергея, это у твоего сына, у Пупкова, я говорю, какое главное качество? Ну, какое? Беспечность. Ну, вот, дорога с тобой, мы ехали, про это разговаривали-то. Я говорю, так его лещат. Милицию-то еще надо благословлять полицию-то. Смотри, как они щадящие. Ты их кормят, и поят. Жалобы на полицию никогда не держи. Мы проехали от края до края, и я уж не говорю, за рубежом, за рубежом вообще подъедут, и даже разговор не ведут. Ни разу нас не остановили. В Армении было, подошел какую-то там, бумажку не приклеили, что мы заплатили. Заплатили, ее надо на стекло. Капитан. Ну, я расстонался, перед ним он махнул рукой, езжайте. У нас в одном месте было, это, кажется, из Румынии, мы заезжали ближе, что-то там в Венгрию, где-то границу переезжали, и нас решили облапошить они там, а уже в ночное время, и, дескать, вот вы на, что-то там такое, ну, не знаю, что-то такое прямо, да, звонят куда-то, я говорю, никуда они не звонят. Это он обманывает. Ночь, суббота выходной-то. Ну, а нас не выпускают, задержали. Я говорю, ребята, выходите все, а там свет на нас падает, они нас смотрят из этой-то. Поднимайте руки кверху. И мы стали молиться. Помолились, кланяемся, молимся. Я говорю, они на нас смотрят, а мы их Богу... Залазьте в кабинку, шторки задергивайте. А-то... Прошло маленькое время, я говорю, сейчас правда бежит одна. Так, заберите документы, и все. Я говорю, не поднялся. Принарод набили, а хотите тайно выпустить, так дело не поднялся. Где тот, который звонил? Начальник-то ваш. Он в министерство звонил. Нигде его нету. Найдите тогда, пусть извинения принесет. Я-то как апостолу Павлу, то еще там за горды бащился. Ну, нигде поискали, там помещение всего два или три, нигде его не нашли. И все. То есть, они на пункт нас брали. Ну, с этим мы и отправились. Ну, что, отправились и на одной остановке остановились, и там решили ночевать. Ночевать-то остались, на нас там чужие собаки залаяли. А рядом начальство этой остановки спит. Нас попросили в другое место. Мы там заплатили, но не пошли никуда. Зато туалет можно было ходить. Я попутно все. А, да где это было? Если сказать, это... Да, в Румынии. С Болгарией в Румынию мы. Лепились. Ну, так что, ты пришел здоровый. Да. Собаки бы выгулины были у тебя? Да, Лена там все сделала, все прям... отблагодари ее, только не женись на ней. Облагодарил. Ну, ладно, у нас все хорошо, мы тебя помнили. Помнили, ночью я вставал. Христос. Спасибо, Христос. Вчера уже мы несколько раз, а сегодня я за тебя, наверное, раз в семь молился. Ты очень дорог нам, брат. Ведь они еще придумали теперь и батюшка. Ехать-то, если коснется, и Марьясов из Краснодара прилетит сюда на крещение-то, Александр, если Александр Сергеевич-то, это... Крущина-то не едет, а тот дальнобойщик-то. Так батюшка меня выталкивает. Я говорю, не хочу уральских гор, боюсь. Там нехорошая остановка была, до того мне ночью я дежурил с собакой. Шпана. Ну, не хочу никак. Так, а ты поездом поезжай, ничего себе, поеду я поездом, а ребята будут по лесополосам ночевать. Ну, у меня позвоночник, я говорю, не могу сидеть уже, он у меня расхлюпался после операции-то. Ну, там вырезали, прокладка-то. Хрящ-то вырезали из позвонков. Ну, не знаю, так что помолиться надо. Я очень рад тебя, приветствую, брат. Ну, звонил мне сегодня Никита Колесников из Украины. Да. 18-го утром он приезжает на Московском на 96-м. А мне алтайский, то есть Колесников только Геннадий, сейчас только звонил. У него брат Владимир, священник-то. И вот у меня интересно, в моем доме он был несколько дней, ну, а я там говорил, как надо-то. И он у меня в пешке комсомольский билет сжег и готовили мы их. А он стал священником, сейчас служит в другой епархии. Хороший мужик, замечательный просто. А этот позвонил, и он болящий такой. Вот так, тоже Колесников. Ну, и встречать-то он тебе позвонит, когда? он мне уже сказал, когда все, я в субботу поездом едет. Да, все встретить и сразу с начала суда завести его, а потом себе заберешь. Хорошо. Потому что у нас стесненно, ни туалета, ничего нет, просто неудобно будет. Да, в субботу утром, значит, ждите, где-то полдевятого. Прекрасно. Ну, если все благополучно, все тогда с Богом. С Богом? Да, благословит Господь. Смотри, говорит, косой, не попадайся. Это у Некрасова дед Маза и Зайца. Будь внимателен. А на полицию у нас обид никаких нету. Хотя нас останавливали в Дагестане, прямо штрафовали, кажется, Николая за что-то. В Кисловодске, а это же вон в каких местах-то. Они там на повороте, так интересно, и сразу выходишь, ну и заглянули, куда подойти платить. А он сидит там, милиционер, то они трое там ловят. Волки, волки. И у них весь пол деньгами усыпанный-то. Я говорю, денег не давайте. Ну, а как не давайте, не пропустят. Я взял трехтомник и пошел. Я им трехтомник-то подарил, трехтомник, это 2700 рублей. Ну, думаю, им польза. Они про нас забыли. да вы нас-то хоть отпустите. Они в книге-то уставились, там, картинки рассматривают. А там интересно, выезжаешь на центральную дорогу, Астана идет так, и вот поперечная-то, они там маленько подальше. И тут какие-то развороты даже Николай маленько не так сделал. Он говорит, да, я ошибку допустил. И они специально выезжают туда, как на добычу. Зайцев ловить. Ну, видно прямо в деньгах, куча деньг, куча лежат на сиденье, под ногами деньги. Ну, можно было бы их там распечатать, но нам не до этого было. Мы рванули вперед. Нам поскорее бы выехать. Все, с Богом-то да. Отключайся. С Богом. Спаси Христос. Благодарю. С Богом, Рас. С Богом, Рас. Слава Христу. Чтоб на пользу другим это было. Это Володя тут снимает у меня. Ну, что, слава Богу, наш брат вернулся. Это сегодня среда. Среда 15 апреля 2015 года. Он хозяин урагана собаки. Чемпион мира. Мира, я говорю, России. Сколько мы ездили, он почти 117 тысяч километров с нами проехала собака. Такой собаки не найти во всем мире. Чтобы на благовестии от Тихого до Атлантического океана везде был. И в Италии, и как мы спали там, в Риме, в Париже, в Лиссабоне. Это его собака ураган. Ему 4 года уже теперь с половиной. Это его хозяин. Он профессиональный кинолог, дрессировщик. Я говорю, у них же собака, у него собака там вчера им стал говорить. Но, видимо, они это учли и покормили его двойной порцией. Он не лишен юмора, Сергей. Молодец. Он нравится всем. Слава Боже. Слава Боже.